У нас накопилось несколько тем, которые мы вскользь упомянули в течение курса, и которые требуют некоторой ясности. В частности, это регулярные выражения, глоббинг и такие утилиты, как grab, set, afg. Но регулярные выражения – огромная тема, которую можно усложнять до бесконечности. Они очень специфичны, и необходимости всем детально в них разбираться просто нет. Поэтому я буду ориентироваться лишь на то, с чем лично сталкиваюсь и что легко запомнить. Если вы хотите углубиться в эту тему, то советую начать со статьи на хабре. Начнем с глоббинга. Он напрямую связан с оболочкой командной строки, например, с тем же bash. Глоббинг нужен для подстановки имен файлов и напоминает регулярные выражения. Мы не раз прибегали к глоббингу, например, при создании файлов. Видите фигурные кавычки? Это один из примеров глоббинга. Суть в том, что сама по себе команда touch может не уметь работать с этими кавычками. Прежде чем выполнить команду, bash написанное пропускает через себя, при этом подставляя значения переменных, выполняя глоббинг и тому подобное. И в итоге, на самом деле, выполняется вот такая команда. А это уже простой синтаксис для команды touch. То же самое касается любой другой программы или самописанного скрипта. Bash за вас подставит название файлов. Очень частый пример использования фигурных кавычек – эдакий backup файлов. Например, до этого мы в кавычках писали диапазон значений. Сейчас же таким выражением мы просто взяли два значения – etc.fstab и etc.fstab.backup. Запятая в фигурных скобках разделяет эти два значения. То есть в итоге команда после обработки башем выглядит так. То есть особого смысла в таком глоббинге нет, так как второй раз написать etc.fstab будет проще, чем заморачиваться с фигурными кавычками. Но если путь длинный или в каких-то скриптах, это может иметь смысл. Но и наткнувшись на такое выражение в какой-нибудь статье в интернете, вы будете понимать, что вообще происходит. Wildcard или звездочка заменяют любое количество символов. Хоть в конце файла, хоть в начале, хоть посреди. В квадратных скобках можно указать несколько вариантов одного символа. Скажем, если нужно найти все файлы, начинающиеся с буквы D – маленькой или большой. Также есть вопросительный знак, который заменяет один символ. Например, если мы знаем количество символов в названии файла, или не знаем только определенные пару символов. Ну и естественно, выражения можно совмещать. Например, найдем все файлы, которые начинаются на s или d и заканчиваются на .conf или .d. В целом, глоббинг – небольшая и простая тема. Чуть больше примеров с глоббингом можете найти по ссылке. В отличие от глоббинга, который нужен для подстановки имен файлов, регулярные выражения нужны для работы с текстом, поиска и замена. Регулярные выражения универсальны для разных программ. И их уже не башь обрабатывает, а сами программа. Глоббинг сделан на основе регулярок, поэтому и здесь эти символы актуальны. Но уже с точки зрения текста. Например, найдем в тексте все строки, содержащие большую букву А или П. Но, как я уже сказал, я постараюсь концентрироваться на более реальных случаях. К примеру, возьмем настройки какого-нибудь сервиса. Допустим, веб-сервера. Хотя мы его пока не проходили, нас интересует только обработка текста. А в конфигах веб-сервера много всяких строк. Начнем с установки. Пакет называется httpd. После установки глянем основной файл настроек. Это большой конфиг-файл с кучей комментариев. Давайте посмотрим, сколько всего здесь строк. 356 строк. Довольно много. Ориентироваться в таком файле неудобно. Но мы знаем, что большая часть этих строк просто комментарии. И они нам не нужны. Давайте выведем только те строки, в которых нет комментариев. Все строки с комментариями начинаются со знака решетки. А значит, с помощью грэп мне нужно вывести все строки, которые не начинаются с этого символа. Можно использовать символ caret, чтобы найти все строки, начинающиеся с решетки. И ключ v, чтобы инверсировать запрос. Теперь мы уже видим непосредственно настройки, а не комментарии. Хотя все еще куча пустых строк, от которых мы тоже можем избавиться. Самым простым вариантом будет поставить еще один грэп после пайпа. И найти все строки, начинающиеся и заканчивающиеся ничем. То есть являющиеся пустой строкой. Если caret – начало строки, то доллар – это конец строки. Объединив их, мы можем найти пустые строки. Мы можем объединить оба грэпа символом или, то есть прямой линией. Но чтобы это выглядело чуть более читаемо, грэпу нужен дополнительный ключ – e. Так как caret относится и к первому выражению, и ко второму, мы можем их сгруппировать с помощью круглых скобок. Но не то, чтобы наше выражение полностью избавило вывод от закомментированных строк. Если посмотреть весь файл, то можно заметить, что какие-то закомментированные строки остались. Потому что они начинаются с пробелов, что не подходит под наше выражение. То есть нам желательно еще убрать все строки, содержащие просто пробелы. Или начинающиеся с пробелов, за которыми начинаются комментарии. Для этого можем добавить специальное выражение s, которое соответствует пробелам и табуляции. И вроде бы мы добились чего хотели, но в какой момент это выражение из простого превратилось в такое сложное? Можно ли его запомнить? В принципе, можно. Но это будет одно выражение. А от таких выражений может быть сотни и тысячи. Естественно, все это не запомнить. И универсального рецепта нет. Если вам по работе часто нужно будет работать с регулярками, вы сами запомните выражение и научитесь строить. Да и заведете себе заметки. Вывод греб можно направить куда-нибудь в новый файл. И будет готовый файл без всяких комментариев. Ну и количество строк в нем будет гораздо меньше. Всего 57. С таким файлом работать куда проще. Другой инструмент, с которым периодически приходится работать, сет. Он позволяет работать с файлами. Искать текст, заменять его и прочее. При этом работает из командной строки. Если вам нужно в файле что-то заменить не вручную, то есть без всяких nano и vim, скажем через скрипты, то сет чуть ли не единственный вариант. При этом функционал у него почти безграничный. По ссылке вы можете найти кучу примеров его использования. Мы же запомним только парочку самых популярных. Для начала, как поменять значения. В файле http.conf написано, что веб-сервер слушает на 80-м порту. Поменяем стандартный порт на другой. Допустим 555. В таком виде сет просто считывает файл, заменяет значение и выводит на экран. При этом сам файл не изменяется. Я мог бы просто заменить 80 на 555, но может в этом файле и в других местах встречается цифра 80. Чтобы не затронуть лишнее, лучше писать и сам параметр listen. В этой команде s означает функцию поиска и замена текста, а g, что нужно поменять по всему файлу. Ну и обратите внимание, что пробелы, как и другие специальные символы, надо экранировать. Окей, в первый раз лучше проверять на тестовом файле или без изменений. Допустим, мы убедились, что команда работает правильно и не перезаписывает ничего лишнего. Как сделать так, чтобы файл все-таки изменился? Нужен ключ i. Как видите, теперь в конфиге веб-сервера поменялся порт. Давайте для теста запустим веб-сервер. Хоть он и добавился в автозагрузку, но не смог стартануть. Опять же, мы поменяли стандартный порт, а значит дело в C-Linux. Мы помним, что в логах можно найти подсказку, как исправить проблему. Но чтобы это работало, нужен пакет setTroubleshoot, которого может не быть в минимальной системе. Давайте установим его. После установки перезапустим веб-сервер и попробуем найти в логах информацию. Можно было и покопаться в выводе journal.d, но попытаемся найти через grab. Знаем, что команда как-то связана с cmanage. Итак, команда почти есть. Осталось определиться с типом порта. Port type. Еще раз воспользуемся grab, где мы увидим список вариантов. Из всех описанных больше всего подходит http-порт t. Его и используем. Используем команду cmanage, чтобы разрешить веб-серверу работать на 555-м порту. После чего перезапустим сервис и проверим доступность порта. Сервис запустился без ошибок, и порт доступен. Остается разве что прописать этот порт на Firewall. Ну и для теста пропишем в браузере адрес сервера и порт. Страничка открывается, значит все правильно. Ну и напоследок разберем авк. Он, как и сет, предназначен для обработки текста, и даже является отдельным языком, внутри которого можно запускать циклы, условия и тому подобное. Как и с седом, у авка огромный функционал, и большая часть ситуативна. Но одну комбинацию все же стоит запомнить. Авк очень часто используется для вырезания столбцов, как мы это делали с CAD. Но CAD работает только с одним делителем. И если у нас в выводе есть и пробелы, и табуляция, и еще что-то, то CAD справляется плохо. Как видите, вместо второго и третьего столбика видим пробелы, а в качестве четвертого – второй. С такой же задачей авк справляется лучше, хотя синтаксис у него чуть посложнее. Но это не значит, что авк всегда лучше. В большинстве случаев ката вполне хватает. Но вот такое применение авк стоит запомнить. Итак, сегодня мы с вами разобрали глобинг и регулярные выражения, а также утилиты grab, set, авк, и в очередной раз разобрали решение проблем с cLinux на примере незнакомого сервиса. У этих инструментов огромный функционал, но кроме пары базовых команд, все остальное очень ситуативно. Поэтому зубрить все не нужно. Просто знайте, что есть такая команда, она делает то-то, и если встанет к задаче, нагуглить решение будет проще.